Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Два новых микроавтобуса появятся в центре Вера. Два новых микроавтобуса появятся в центре Вера. На плоскость. Ленинский центр социального обслуживания Вера оказывает помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Теперь это будет сделать легче. Здесь ожидают появления двух микроавтобусов, которые будут бесплатно перевозить представители маломобильных групп населения. Одно транспортное средство уже прибыло на пункт назначения. Встречала его и наша съемочная группа. Сразу после прибытия микроавтобуса его тщательно осматривают специалисты центра Вера, сверяют номера двигателей и кузова, проверяют работоспособность всех систем и механизмов. Казалось бы, автобус. Многие из нас пользуются подобным транспортом каждый день и не по одному разу. Но для центра социального обслуживания Вера это не только средство передвижения, но и роскошь. Ведь перевозка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья требует особого подхода. И этот подход ощущается. Например, при открывании двери автоматически появляется дополнительная ступень. Автобус рассчитан на 16-17 посадочных мест. Багажная часть здесь небольшая, но ряд кресел можно легко демонтировать и расширить пространство. В рамках изменения законодательства, действующего на территории Московской области, внесены изменения в порядок предоставления социальных услуг, в том числе в отделениях социального обслуживания на дому. Теперь в рамках этого отделения мы будем оказывать бесплатную услугу по доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения обследования, для сбора справок и так далее. Александру Павловичу Тресунову 85 лет. Он долгое время проработал в отряде космонавтов. Видном живет с 1970 года и любит путешествовать. После осмотра обновки увиденным остался доволен. Очень удобно будет, что будет наш транспорт. Мы и больного, и который у нас пожилого, отвезти домой или куда-то на общее. Каждый все же, он старый, но он интересуется, он пока жив. А раз жив человек, значит он интересуется. Использоваться автобус будет и в качестве социального такси, когда любой человек, имеющий право на льготы, сможет воспользоваться этим транспортом по символичной цене, но с максимальным комфортом. Высокие люди не дадут мне соврать. Посадка в обычную «Газель» – это целая проблема, испытание. Но здесь, как видите, проблем нет никаких. Кроме того, здесь есть кондиционер, колонки и большие удобные сидения с боковой поддержкой. Кстати говоря, и для ног места здесь вполне достаточно. С нынешнего года в Московской области реализуется программа «Долголетие в Подмосковье». В ее рамках развивается социальный туризм. Теперь на этом автобусе пожилые люди смогут посещать различные мероприятия и экскурсии. В течение двух недель в центре «Вера» ожидают еще один микроавтобус, который будет оснащен специальным подъемником для перевозки представителей маломобильных групп населения. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. С приходом сентября на дорогах наступает горячая пора. В разы возрастает число самых маленьких и незащищенных участников дорожного движения. Дети возвратились в каникул и каждый день оказываются на проезжей части в роли пешехода или пассажира. В рамках традиционных профилактических мероприятий «Внимание! Дети!» сотрудники ГИБДД провели круглый стол с основными перевозчиками нашего муниципалитета. Прежде всего они напомнили, что помимо обязательного соблюдения правил дорожного движения от водителя требуется и максимальный контроль дорожной ситуации. Пока погода теплая, они все отдыхают после учебы в выходные дни. Соответственно, на это нужно обращать большое внимание, чтобы в пределах учебных заведений обращать внимание, как детишки переходят, с кем они переходят, бегут они, не бегут, соответственно, притормаживать, даже если знаков там нету и никаких. Число детских перевозок растет в геометрической прогрессии. Так, за 8 месяцев 2016 года их было совершено 250, а за тот же период текущего – около 1000, почти в 4 раза больше. Проводятся они в строгом соответствии с правилами. Первый шаг – уведомление о поездке. А к транспорту, на котором передвигаются юные пассажиры, есть ряд требований. На всех автобусах должны быть установлены на крыше, либо над ней, желтый, либо оранжевый проблесковый маячок. Он должен быть виден на 360 градусов. Второй момент. Каждый автобус оснащается табличками внимания детек, которые располагаются у нас на передней части и на задней части автобуса. Участники встречи едины во мнении, что побороть проблему детского дорожно-транспортного травматизма можно только сообща. Помимо усилий инспекторов госавтоинспекции, перевозчиков, учителей школ и воспитателей детских садов, тут не обойтись без родителей. С малых лет мальчики и девочки должны знать азы дорожной грамоты. Очень важно, чтобы сами заказчики, родители, которые отправляют деток на перевозку, они проговаривали с ними. Потому что, как бы мы ни старались, конечно, все идет из семьи. То есть мы тут в тандеме должны с родителями, со школой, которая проводит тоже такие мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. В ближайших планах сотрудников ГИБДД проведение профилактических акций в рамках мероприятий «Внимание детей» непосредственно в образовательных учреждениях. В Центральной межпоселенческой библиотеке в эти дни расцвело множество цветов. Любимому городу наш букет – так называется традиционная выставка, которая посвящена Дню Видного и Ленинского района. По сути, с этой выставки начинается новый сезон в Видновской библиотеке. В этом году здесь представлено около 200 работ. Главные участники, что тоже традиционно, ученики и воспитанники школьных и дошкольных заведений Ленинского муниципалитета. Свою лепту в это буйство цветов вносят и постоянные посетители библиотеки. «Читатели приносят букеты, выращенные своими руками, изготовленные своими руками. И поэтому вся тематика нашей выставки – это цветы, которые читатели дарят своему городу. Возрастная категория у нас очень широкая. У нас от самых маленьких детей до пожилых людей принимают участие в выставке». Ограничений по использованию материалов нет никаких. Главное, чтобы работа представляла из себя цветы. Но это не просто выставка, а еще и конкурс. Совсем скоро организаторам и судьям придется нелегко. Им предстоит выбрать среди этих разнообразных работ лучшие и назвать победителей. Впрочем, уже сейчас наметились фавориты. «Я, честно говоря, даже не знаю, чья это работа, но вот эти гладиолусы меня впечатлили до глубины души. Я сначала подумала, что это живые. И только вот присмотревшись, из гофрированной бумаги, вот такое рукотворное чудо. У меня не получается быть беспристрастной, потому что среди такой красоты трудно остаться равнодушным». Тем, кого заинтересовала эта выставка, стоит поспешить. Итоги конкурса любимому городу «Наш букет» будут подведены уже в ближайшую пятницу. «Русь моя родная» – так называется новая выставка, открывшаяся в районном историко-культурном центре. Пейзажи, копии, кальки икон, скульптура, декоративно-прикладные работы, фотографии, графика, народные костюмы. Всего в экспозиции более 150 экспонатов. Побывала на торжественном открытии и наша съемочная группа. Выставка под названием «Русь моя родная» знакомит с творчеством и увлечениями сразу трех талантливых женщин – художника-реставратора, скульптора и коллекционера. У них разные судьбы, но всех троих объединяет одно – любовь к старине и стремление сохранить для потомков то, без чего невозможно представить православную Русь. Художника можно назвать службой Божьей. Господь – это творчество, это красота. Красота спасет мир. Это немножко светское переложение божественных слов, но в этом есть некая корреляция. Любовь Егоровна Подчапаева всю жизнь проработала в музее-заповеднике «Коломенское», где реставрировала иконы, шитые оклады, экспонаты из драгоценных металлов и многое другое. Она влюблена в свою профессию, поэтому помимо личных живописных и декоративно-прикладных работ, копий и калик-икон, представила на выставке фотографии, рассказывающие о том, чему она посвятила 45 лет своей жизни. Это такое наслаждение. Это вся моя жизнь, о которой я думаю днем и ночью. Работа очень сложная, и в основном время их не щадило, конечно. И чтобы показать автора, в общем, нужно приложить немало усилий, знаний и руки. Давно ей говорили, что надо делать выставку. Она все откладывала, откладывала. Ну вот, наконец-то, выставка ее свершилась. Я очень рада за нее. Жизнь Марины Ивановны Алексеевой также связана с иконописью. Скульптор по профессии, она уже много лет в составе стенописной артели «Радость» расписывает православные храмы по всей России. Впрочем, не забывает и о других направлениях. На выставке представлены ее графические и скульптурные работы. Я только недавно начала вспоминать свою профессию скульптора, перекладывать законы иконы на плоскость. Графика тоже условный язык иконописи на себе, вот этот отпечаток имеет. И все слилось в едином движении. Органично дополнили выставку в историко-культурном центре старинные народные костюмы и аксессуары известного видновского коллекционера Ольги Чеботаревой. На торжественном открытии видновская художница Анна Мезина подарила коллекционеру ее портрет в русской национальной одежде, который также займет место в экспозиции. Полюбоваться работами можно до 6 октября. В Расторгуевском парке состоялся второй по счету фестиваль уличной магии «Видный маг-2019». Идея, предложенная год назад клоуном Алексом и поддержанная известным иллюзионистом Михаилом Циталашвили, возымела успех, и на этот раз шоу иллюзий собрало десятки зрителей. Наш мобильный репортер сделал несколько кадров с удивительного праздника волшебства. На сцене со своими номерами выступили как юные маги, так и опытные иллюзионисты. Каждый из них старался показать нечто особенное. Среди вступивших в борьбу за звание лучшего боролись 15 фокусников. Победителями в своих жанрах стали Павел Белов и Илья Словачевский. Гран-при фестиваля завоевала юная Дарья Никулина. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.